Глава 10 Второй книги Парльпоменон Иерваам и весь Израиль и говорили Равааму так «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Раваам, «Через три дня придите опять ко мне». И разошелся народ. И советовался царь Раваам со старейшинами, которые предстояли при лицом Соломона отца его при жизни его, и говорил, «Как вы посоветуете отвечать народу сему?» Они сказали ему, «Если ты будешь добр к народу сему и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, который они дали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицом его. И сказал им, «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, говорившему мне так, облегчи иго, который наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ним, и сказали, «Так скажи народу, говорившему тебе, отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нас?» Так скажи им, «Мизинец мой толще чресл отца моего, отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше, отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И пришел и Рваам, и весь народ к Рвааму на третий день, как приказал царь, сказав, «Придите ко мне опять через три дня». Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Рваам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так, «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его, отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию, селомлянина, и Рвааму, сыну Наватову. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря, «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иесеевом, по шатрам своим, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Рваам. И послал царь Рваам, Адонирама, начальника над собиранием Дании, и забросали его сыны Израилевы каменьями, и он умер. Царь же Рваам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня.